Всем привет! С вами канал Коллекционеры, Монеты и Банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю российской монете 5 копейкам 2014 года. Параметры монеты. Диаметр 18,50 мм. Масса 2,6 грамма. Толщина 1,45 мм. Сплав. Сталь. Плакированный амельхиором. Гурт. Гладкий. Монетный двор. Московский. Тираж монеты. Неизвестен. Аверс монеты. Изображен Георгий Победоносец верхом на коне, поражающий копьем змея. Под передним копытом коня, обозначение монетного двора, на котором отчеканена монета. М. Московский. Внизу поле монеты по окружности указан год чеканки, 2014-й. А вверху, надпись Банк России, разделенная головой Георгия Победоносца на две части. Реверс монеты. Крупной цифрой 5 обозначен номинал монеты. Цифра немного смещена от центра вправо. Ниже слова копеек, расположенная по центру относительно цифры 5. Слева внизу рельефно изображен растительный орнамент, немного выступающий в правой части. По окружности монеты имеется выступающий кант. Монета 5 копеек 2014 года, разновидностей не имеет. Последний раз монета 5 копеек массово выпускалась в 2009 году. Позже был перерыв в несколько лет, и все уже понимали, что такая разменная монета не нужна, потому что на нее уже совершенно ничего не купишь. Надо ведь учитывать, что цены на товары и услуги с каждым годом все больше поднимались и округлялись. И когда в 2014 году снова появились 5 копеечные монеты, удивились не только простые российские граждане, но и специалисты, занимающиеся коллекционированием подобных денежных знаков. Но надо учитывать, что это только версия, и у нее имеются как сторонники, так и противники. Понятно, что в 2014 году уже не было таких товаров, где для расчета понадобилось бы наличие таких мелких монет. Цены округлялись до десятков. Правда, в аптеках покупатели сталкивались с ситуацией, когда на сдачу выдавалась как одна, так и 5 копеек. Среди нумизматов есть мнение, что 5 копеек были отчеканены в 2014 году в связи с присоединением Крыма. Жители Крыма необходимо было обеспечить новыми монетами, в том числе и самых мелких номиналов. В общем, можно было согласиться, что практической пользы не только от одной, но даже и от 5 копеек уже совершенно не было. Они не были в числе востребованных монет. Но выпуск монет мелкого номинала в пропагандистских целях хотя и с трудом, но все же можно объяснить. Заставляет задуматься следующее, такие монеты появились только в конце апреля, начале мая. Но есть еще один интересный факт, с которым трудно поспорить. Копейки и пятаки чаще всего начали предлагаться на интернет-аукционах как раз жителями Крыма. Необходимо отметить и то, что в обращении данные монеты с датой выпуска 2014 года, чаще попадались также на Крымском полуострове. Как предполагают, их общий тираж составлял от 500 тысяч до 1 миллиона. В первые месяцы коллекционная стоимость новых пятачков доходила до 100 рублей. Но уже к концу года стало понятно, что в обращении их довольно много, поэтому цена на них опустилась до 15-20 рублей. Когда же оказалось, что тираж у них не очень большой и в продаже они не начали массово появляться, то цена на них вновь поднялась. Цена монеты 5 копеек 2014 года составляет 50 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Если у вас есть 5 копеек 2014 года, то пишите в комментарии, выясним сколько вас обладателей данной монетки. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!